Привет! Давно меня просили снять вот такое видео про механическую ножовку. Сейчас как бы мне раскорячится. То есть вот она пила ленточная. Это самая маленькая, это ELMOS 209 модель. Ну вот лежит обычная ножовка, можете сравнить размер. То есть помогает. На самом деле она вот такой маленькой мастерской вместо ножовки, чтобы ножовкой не махать. Просто очень. То есть ты не смотришь там чтобы 90 градусов выдержать. Ещё чего-то она уже выставлена. Это очень удобно на самом деле. Почему я про неё взялся рассказывать? Потому что угораздило меня купить Corvette 422. Вот о нём в следующем видео пойдёт речь. А ещё в одном видео наверное расскажу. Вот у меня знакомые фирмы ESTA. Она есть у нас в партнёрах на сайте. Ну вот конкретно Юра Форестер заведует этим хозяйством. Значит купили они джетовскую пилу. Ну там правда дорогая. Значит эту я покупал 8 с чем-то. Недавно она была в районе 15. Но сейчас их почему-то нет. Говорят временно. Не знаю почему их нет. Делает её Тайвань. Представляет её фирма Элмос. Немцы. Значит в конце видео вот этого я положу. Заснял я коробку. Что на коробке написано. Просто без комментариев. Там интересные чудеса очень. Тайваньцы пишут одни характеристики. Немцы другие. Вот. Ну не суть. В общем покажу я органы управления вот этой пилы. Просто так запоминайте кому это интересно вообще видео. Потом покажу что у корвета. В общем корвет это зряшная покупка. В общем это было 8 с чем-то. Корвет в районе 13 тысяч. А джет который я потом. Который потом посмотрим мы с вами. Он 56 обошелся. Ну примерно такой вот ценовой уровень. Вот. Ну давайте сейчас я придвину поближе этот аппарат. Попробую это дело значит показать. Ну для тех кто совсем не знает что это такое. Что это за пила такая. С чем её едят и зачем она нужна. Сейчас мы что нибудь распилим. Покажем. Значит для начала. Вот она видите такая пыльненькая стоит. Красавица такая. Очень удобная на самом деле. Кроме всего прочего видите здесь вот одна ручка. Да. Вот эта вот ручка. Тут курок. Все органы управления. Вот здесь вот вторая ручка. Тоже курок. Органы все управления. И вот это пило в принципе можно снять вот с этой вот оси. И отпиливать как вот в рекламе какие-то трубы. Что-то подпиливать еще. Я не знаю насколько это удобно на самом деле. По-моему это маразм. Ну или безвыходная ситуация. Ну где она справится. Там справится болгарка или ручная ножовка. Я считаю что такую лошадь конечно таскать не стоит. Но речь не об этом. Значит органы управления. Здесь у нас включатель. Здесь у нас регулировка оборотов. Сейчас на минимум выставим и включим. А я ее выключил наоборот. Ну хорошо. Вот побежало полотно. Видно я надеюсь. Да? И будем прибавлять обороты. Я не знаю насколько слышно. Но пила в общем очень тихая на самом деле. Наверное самая тихая из всех которые я видел. А ее особенность. Ну это пока не понятно. Но после вот обзора трех пил будет понятно. Значит вот здесь вот после мотора стоит планетарный редуктор. То есть это все сделано очень компактно. На оси планетарного редуктора ведущее колесо. Здесь стоит соответственно второе колесо. Но это для тех кто вообще никогда не видел такие инструменты. Здесь стоит второе колесо. Через них пропущено кольцом сделанное, выполненное полотно. Оно как у ножовки. По размеру 0,65 толщиной, шириной я не помню сколько. Но там на коробке написано. Не суть. Мерить не будем. Не в этом суть. Значит вот эта вот ручечка у нас натяжки. Вот так вот она выполнена. Здесь вот эти вот ограничители. Они передвигаются, чтобы убрать вот это вот болтание на полотне. Если вам надо пилить маленькую какую-то заготовочку. И вам не надо такой вот размах. Вот здесь у нас выполнен поворот пилы на градусы до 45. Вот эту ручку отпускаешь, поворачиваешь. Значит у этой пилы, обратите внимание, вот я её поднимаю и в каком положении оставляю, в том она и остаётся. То есть когда мы пилим, надо на неё прикладывать усилия, достаточно небольшое, чтобы подавать полотно на заготовку. У других пил, ни у одной пилы, больше этого я не видел. У всех вот эта вот часть здесь, она выполнена из алюминия, литая. Вот эта вот часть, извините, что не в кадре, буду стараться. Вот, все остальные пилы, сколько я видел, вот эта вот, не знаю, как она называется, вот эта деталь, она из чугуна. И она опускается под своим весом. У серьёзных пил стоит гидроцилиндр, который тормозит и задаёт вот гидроцилиндром, отпуская, поворачивая краник. Но это впоследствии посмотрим. Вы задаёте, значит, скорость вот этого вот опускания. Опускаются они под своим весом. Принудительные, это совсем промышленные большие агрегаты, там принудительные. Вот, значит, мощности в ней увидите на коробке, там, ну, грубо говоря, в районе 500 ватт. По тихости вы всё слышали. Значит, маленькие, маленькая скорость и большая полотна нужна, маленькая под сталь, большая под дюраль, там дерево и так далее. Соответственно, существуют разные полотна с разным зубом, с крупным, переменным, с мелким, с очень мелким и так далее. Здесь стоит у нас зуб средний. 24 на дюйм, по-моему, если я ничего не путаю, насколько я вижу. Значит, давайте сейчас дюральку, или что ещё? Нет, ещё не всё. Ещё не всё. Ещё не всё протянуло. Значит, вот так у неё выполнен упор, то есть вот от винтика пускаете, поворачиваете. Вот здесь вот у нас тиски, которые, вот смотрите, вот эта вот верхняя часть полугайки, это полугайка. Вот она откидывается, вы тиски свободно двигаете, как вам надо. И вот так вот можете двигать назад, нет, то есть придвинули заготовку, зажали. Давайте трубу квадратную есть под рукой. Сейчас мы её положим, зажали, затянули. Быстро, удобно, всё хорошо. Тиски прикручены шестью, по-моему, болтами, вот оттуда снизу, вот эта штампованная сталь, основание. Тиски чугунные, тиски прикручены, значит, тиски никуда не поворачиваются, поворачивается пила. У других пил сделано наоборот, то есть тиски там поворачиваются, губки тисков, пила стоит как стоит. То есть это вот, повторяю ещё раз, самая маленькая ленточная пила, которая вообще существует, которую я видел. Так, зажали, давайте отпилим. Сейчас серединку найдём. Нашли мы серединку. Пошла запись, пошла. Ну и хорошо, что мы её нашли. Ну, примерно. Так, тисочки тут ровные, всё нормально. Зафиксировали. Скорость поставили на максималочку. Торец ровный, хороший, качественный. Значит, у меня разделывалось очень много деталей на подобных агрегатах. То есть вот на одном, на другом пришли мы, то есть столкнулись с этим скорветом и пришли вот к дисковой пиле. В итоге просто дисковая она орёт, давит на уши. Человеку приходится работать в наушниках. Это у человека, который у нас разделкой занимается, вызывает дискомфорт. Ну, придётся ему терпеть, что же делать. Вот. А вот это вот в маленькой мастерской настолько незаменимая вещь, что просто я даже не знаю. Просто очень удобно, очень быстро, комфортно и аккуратно. Вот. Можно. Можно вот в серединку мы не очень попали, чуть-чуть длиннее, да? Ну и делаем следующую вещь. Вот так вот, если горячится, иногда улетают детали. Значит, окроме этого всего, что я ещё не сказал, как обычно, что-нибудь да не скажу. Видите, вот эту вот штучку? Её можно, открутив вот эти два болта, развернуть сюда и выпиливать что-то из дерева. Зафиксировав его, зафиксировав пилу в вертикальном положении, как-то она тут фиксируется. Но не буду этим сейчас заниматься. Не в этом суть. Что ещё не сказал? А, обратите внимание вот на эту вещь. Значит, вот эти вот узлы, вот эти вот узлы, здесь нет никакого, здесь предустановлена вот эта перпендикулярность и параллельность вот этого полотна. Здесь нету никакого поворота. Вот ни в этом месте, ни вот в этом месте. То есть вот она отлита, расточена и вот так вот сделана. Это тоже единственная пила вот без этой функции. Причём я считаю, эту функцию не нужной, но на остальных пилах она есть. Но это мы попозже вернёмся к этому, значит, на других пилах. Ну вот, наверное, и всё. Наверное, все особенности. Сейчас будут с коробки кадры. А джет, который я потом, который потом посмотрим мы с вами, он 56 обошёлся. Ну, примерно такой вот ценовой уровень. Вот. Ну, давайте сейчас я придвину поближе этот аппарат, попробую это дело, значит, показать. Ну, для тех, кто совсем не знает, что это такое, что это за пила такая, с чем её едят и зачем она нужна. Сейчас мы что-нибудь распилим, покажем. Значит, для начала, вот она, видите, такая пыльненькая стоит, красавица такая, очень удобная на самом деле. Кроме всего прочего, видите, здесь вот одна ручка, да, вот эта вот ручка, тут курок, все органы управления. Вот здесь вот вторая ручка, тоже курок, органы, все управления. И вот эту пилу, в принципе, можно снять вот с этой вот оси и отпиливать, как вот в рекламе, какие-то трубы, что-то подпиливать ещё. Я не знаю, насколько это удобно на самом деле, по-моему, это маразм, ну, или безвыходная ситуация, ну, где она справится, там справится болгарка или ручная ножовка. Я считаю, что такую лошадь, конечно, таскать не стоит. Ну, речь не об этом. Значит, органы управления. Здесь у нас включатель, здесь у нас регулировка оборотов, сейчас на минимум выставим и включим. А, я её выключил наоборот, ну, хорошо. Вот побежало полотно. Видно, я надеюсь, да? И будем прибавлять обороты. Я не знаю, насколько слышно, но пила, в общем, очень тихая на самом деле. Наверное, самая тихая из всех, которые я видел. Её особенность, но это пока непонятно. Вы задаёте, значит, скорость вот этого вот опускания. Опускаются они под своим весом. Принудительные, это совсем промышленные большие агрегаты, там принудительная подача. Вот, значит, мощности в ней увидите на коробке, там, ну, грубо говоря, в районе 500 ватт. По тихости вы всё слышали. Значит, маленькие, маленькая скорость и большая полотна нужна, маленькая под сталь, большая под дюраль, там дерево и так далее. Соответственно, существуют разные полотна с разным зубом, с крупным, переменным, с мелким, с очень мелким и так далее. Здесь стоит у нас зуб средний, 24 на дюйм, по-моему, если я ничего не путаю, насколько я вижу. Значит, давайте сейчас дюральку, или что ещё? Нет, ещё не всё, ещё не всё. Ещё не всё протянуло. Значит, вот так у неё выполнен упор, то есть, вот от винтика пускаете, поворачиваете. Вот здесь вот у нас тиски, которые, вот смотрите, вот эта вот верхняя часть полугайки, это полугайка. Вот она откидывается, вы тиски свободно двигаете, как вам надо. И вот так вот можете двигать назад, нет, то есть, придвинули заготовку, зажали. Давайте трубу квадратную есть под рукой. Сейчас мы её положим, зажали, затянули. Быстро, удобно, всё хорошо. Тиски прикручены шестью, по-моему, болтами, вот оттуда снизу, вот эта штампованная сталь, основание. Тиски чугунные, тиски прикручены, значит, тиски никуда не поворачиваются, поворачивается пила. У других пил сделано наоборот, то есть, тиски там поворачиваются, губки тисков, пила стоит, как стоит. То есть, это вот, повторяю ещё раз, но после вот обзора трёх пил будет понятно. Значит, вот здесь вот после мотора стоит планетарный редуктор, то есть, это всё сделано очень компактно. На оси планетарного редуктора ведущее колесо. Здесь стоит, соответственно, второе колесо, но это для тех, кто вообще никогда не видел такие инструменты. Здесь стоит второе колесо, через них пропущено кольцом сделанное, выполненное полотно. Оно как у ножовки, по размеру 0,65 толщиной, шириной, я не помню сколько. Ну, там на коробке написано, не суть, мерить не будем, не в этом суть. Значит, вот эта вот ручечка у нас натяжки, вот так вот она выполнена. Здесь вот эти вот ограничители, они передвигаются, чтобы убрать вот это вот болтание на полотне, если вам надо пилить маленькую какую-то заготовочку, и вам не надо такой вот размах. Вот здесь у нас выполнен поворот пилы на градусы до 45, вот эту ручку отпускаешь, поворачиваешь. Значит, у этой пилы, обратите внимание, вот я её поднимаю и в каком положении оставляю, в том она и остаётся. То есть, когда мы пилим, надо на неё прикладывать усилие, достаточно небольшое, чтобы подавать полотно на заготовку. У других пил, ни у одной пилы, больше этого я не видел. У всех вот эта вот часть, здесь она выполнена из алюминия, литая. Вот эта вот часть, извините, что не в кадре, буду стараться. Вот, все остальные пилы, сколько я видел, вот эта вот, не знаю, как она называется, вот эта деталь, она из чугуна, и она опускается под своим весом. У серьёзных пил стоит гидроцилиндр, который тормозит и задаёт вот гидроцилиндром, отпуская, поворачивая краник, но это впоследствии посмотрим. Привет! Давно меня просили снять вот такое видео про механическую ножовку. Сейчас как бы мне раскорячится, то есть вот она, пила ленточная, это самая маленькая, это Элмос 209 модель. Ну вот лежит обычная ножовка, да, вот можете сравнить размер, то есть помогает. На самом деле она вот такой вот маленькой мастерской, вместо ножовки, чтобы ножовкой не махать, просто очень. То есть ты не смотришь там, чтобы 90 градусов выдержать, ещё чего-то, она уже выставлена, это очень удобно на самом деле. Почему я про неё взялся рассказывать? Потому что угораздило меня купить корвет 422. Вот о нём в следующем видео пойдёт речь. А ещё в одном видео, наверное, расскажу. Вот у меня знакомые фирмы Эста, она есть у нас в партнёрах на сайте. Ну вот конкретно Юра Форестер заведует этим хозяйством. Значит, купили они джетовскую пилу. Ну там правда дорогая. Значит, эту я покупал 8 с чем-то. Недавно она была в районе 15, но сейчас их почему-то нет. Говорят временно, не знаю почему их нет. Делает её Тайвань. Представляет её фирма Элмос. В конце видео вот этого я положу, заснял я коробку. Что на коробке написано, просто без комментариев. Там интересные чудеса очень. Тайваньцы пишут одни характеристики, немцы другие. Вот, ну не суть. В общем, покажу я органы управления вот этой пилой. Просто так запоминайте, кому это интересно вообще видео. Потом покажу, что у корвета. В общем, корвет это зряшная покупка. В общем, это было 8 с чем-то. Корвет в районе 13 тысяч. Самая маленькая ленточная пила, которая вообще существует, которую я видел. Так, зажали. Давайте отпилим. Сейчас серединку найдём. Нашли мы серединку. Пошла запись, пошла. Ну и хорошо, что мы её нашли. Ну, примерно. Так, тисочки тут ровные, всё нормально. Зафиксировали. Скорость поставили на максималочку. Торец ровный, хороший, качественный. Значит, у меня разделывалось очень много деталей на подобных агрегатах. То есть, вот на одном, на другом пришли мы, то есть, столкнулись с этим скорветом и пришли вот к дисковой пиле. В итоге, просто дисковая она орёт, давит на уши. Человеку приходится работать в наушниках. Это у человека, который у нас разделкой занимается, вызывает дискомфорт. Ну, придётся ему терпеть, что же делать. Вот. А вот это вот, в маленькой мастерской, настолько незаменимая вещь, что просто я даже не знаю. Просто очень удобно, очень быстро, комфортно и аккуратно. Можно вот в серединку мы не очень попали, чуть-чуть длиннее, да? Ну и делаем. Ну и делаем. Продолжение следует...